всем здравствуйте сегодня хочу сделать для вас расклад который предложила ксения рудовенко если я правильно произношу имя и фамилия я извиняюсь ксении если что не так мне понравился понравилась тема этого расклада и буквально несколько дней назад общаясь со своими достаточно близкими людьми я говорила о том что мне хотелось бы что-то новое сделать на своем канале и я уже давно подумывала о темах формате философии ну не каждый раз но делать такие темы я помню я вам об этом говорила вот и когда я увидела тему которая предложила ксения мне очень понравилось то есть тема новое время новая эпоха какая она кто мы в ней то есть данная тема она подойдет тем людям кому просто интересно понимание того что происходит в мире до в какое время мы живем здесь конечно же не будет позиции это будет один общий расклад и не хотелось бы просто посмотреть как тару проиграется в этом формате то есть что она покажет поэтому если вот лично вас может быть что-то конкретное не будет касаться да вот и я так предполагаю что просмотров наверное к этому раскладу будет не так много но это важно для меня я хотела сделать возможно будет такая в дальнейшем рубрика и ну я достаточно часто буду делать такие расклады в таком формате вот это эксперимент я экспериментатор мне интересно мне интересно развивать 2 мне интересно двигаться дальше смотреть как и что вот поэтому это предисловие сразу может кого-то толкнуть и вы можете выключить видео можете продолжать смотреть на ваше усмотрение выгляжу я сегодня вообще не презентабельно не накрашена потому что то что случилось на днях касательно поста который я написала да где ответила и высказал свою точку зрения он меня очень сильно ранил и я помню как любовь по моему писал мне в комментариях или не вы всегда в эфирах так открываетесь и в раскладах тоже я очень сильно переживаю чтобы вас кто-то не ранил вот это есть один пример того как меня могут ранить поэтому если честно у меня вообще не было никакого настроения приводить себя в порядок вот я вообще думала что ну лучше показывать вам только руки потому что я вообще выгляжу не презентабельно но с другой стороны я никогда не не скрывалась и никогда не была таким как это человеком лицемерным вот поэтому ну как есть как есть не нравится не смотрите можете меня слушать не нравится слушать вообще выключите нафиг вот но почему я помню я говорила что когда я не в ресурсном состоянии я стараюсь не делать расклад а вот сегодня сделала почему потому что таро для меня своего рода одушина вот и я могу быть не в очень хорошем настроении сейчас ну где-то внутри вот я прям чувствую потребность сделать этот расклад короче болтать больше не буду вот ну давайте приступим у нас сегодня 14 вопросов в этом раскладе я хочу поблагодарить своих учениц станю и олю за совместное как это сотрудничество создания вопросов к раскладам почему потому что и в этом раскладе и два предыдущих обе девочки мне помогали в создании вопросов почему я на это пошла они сама сделала потому что мне захотелось знаете вот какого-то взгляда со стороны вот и мы вместе все поработали каждая со своей стороны по накидала вопросов и вот совместное сотрудничество получилось в прошлых раскладах в этом ну и конечно же несколько вопросов сама ксения тоже набросала поэтому если у вас есть допустим помимо идеи к раскладу если у вас еще есть и вопросы которые хотели бы ну чтобы я их рассмотрела до в контексте темы тоже бросайте я в принципе хочу верить что я достаточно адекватный человек в этом плане вот и наверное запишу отдельную беседку по поводу того как я выбираю темы чтоб хоть я пост написала чтобы вам было ну понятно вот ну а мы приступаем первый вопрос в какое время мы живем давайте посмотрим какое время мы живем цель расклада просто подумать просто поразмышлять кому это интересно кому это близко какое время мы живем пятерка пятерка жестов пятерка жестов этой колоде она для меня всегда обозначена как коммуникация время как раз таки коммуникации так и таких достаточно скоростных достаточно ярких с одной стороны это время когда общение она может быть поверхностная потому что огонь никогда не являлся глубиной как стихия но с другой стороны все очень быстро сменяется все очень ярко нету какой-то вот постоя нету какого-то постоянства да то есть скорость и поверхность то что характеризует коммуникацию нашего времени плюс ко всему пятерка жестов у нас говорит о некой такой конкуренции да когда мы бросаем вызов друг другу это может быть верма вербально это может быть не вербально те же самые соцсети да когда выкладываем фотографии какие то вот я могу так да ты если можешь сделаю лучше вот вот это вот некая такая форма соревнования то есть я делаю не потому что это для меня ценно и важно а просто потому чтобы казаться еще в какое время двойка мечей время сомнений времени уверенности время когда в большей своей части где-то наступаем себе на горло не слушаем свою интуицию время когда сложно принять какое-то решение потому что есть всегда некое влияние извне то есть ощущение того что люди перестали слышать себя до люди закрытым сердцем и постоянными с постоянным каким-то диалогом своей голове до что-то обсуждаем но при этом мы также еще и закрыты от внешнего мира время уходов восьмерка кубков когда мы вынуждены оставлять что-то другое но эта карта также может показывать переезды да то есть некая такая глобализация активная как и называется кочевничество с одной стороны это в прямом смысле могут быть движение а с другой стороны передвижение а с другой стороны здесь может быть и тот факт что мы легко отказываемся от того что нам действительно ценно что мы уходим и оставляем то возможно дайте вот как будто бы нет вот этого чувства бороться да бороться за то что для меня важно за то что для меня ценно а чему мы уходим ну мы уходим от каких-то начинаний мы порой упускаем свои возможности уходим и десятка мечей интересно да туз туз жезлов и десятка мечей завершения и начало а так как будто бы уходим от какого-то болезненного завершения от того чтобы доводить дело до конца мы уходим от каких-то своих уроков да либо возможно знать вот ощущение какой-то мнимой свободы потому что все-таки аркан повешенного он говорит о некой осознанной жертвы а да то есть осознанно когда мы жертвуем чем-то ради чего-то другого но здесь вот у нас получается что есть некий такой уход от этого и также по органу повешено могу сказать что уходим от того чтобы знаете как-то вот включать свои мозги и смотреть на вещи по другим углом то есть вот ощущение того что с одной стороны вроде бы время в котором есть мыслительные процессы какие-то диалоги люди как будто бы закрываются в себя они проживают как-то вот своем виртуальном мире это не обязательно только сеть соцсети это виртуальный мир в нашей голове и с другой стороны вот вот мы как будто бы закрыты до друг от друга но с другой стороны мы как будто бы не можем увидеть полностью всю картинку мы не можем по аркану повешенного посмотреть вот как-то на ситуацию с разных сторон не можем увидеть вот какую-то вот сферичную глобальную картинку чему же мы идем идем к четверки педакли знаете идем книгой такой стабильности но с другой стороны для меня четверка педакли это карта все-таки еще и без духовности когда канал с чем-то таким божественным до возвышенным он все-таки перекрыт материи и поэтому аркану всегда возникает вопрос а кому какому богу ты служишь и вот здесь ощущение того что люди идут как будто вы знаете вот к некой такой стабильности к материи может быть кто-то где-то даже и возвращается вот здесь как будто бы нету развития да но возвращаемся как-то к былым успехам к тому что было когда-то то есть вот как будто бы идем в прошлое не в настоящее да и а в прошлое и выпадает девятка педакли знаете так интересно больше закрытость и больше дайте я так скажу не единство а больше индивидуальность то есть мы идем к тому что каждый человек как будто бы ну занят собой да то есть нету вот этой вот общности сопричастности к чему-то девятка педакли она говорит о достатке это то время когда очень много разных возможностей да здесь целых девять педакли когда ты можешь воспользоваться то есть есть большой выбор а выбрать то по сути и не из чего почему потому что вот эти педакли от одно похоже на другое здесь человек закрывается он зацикливается есть удобство есть комфорт есть абсолютно все что необходимо для комфортного до проживания но с другой стороны вот душевного какого-то такого развития да вот в то в то время даже не в то время не туда куда мы идем а мы же рассматриваем вопрос какое время мы живем сейчас вот как во время к вида да то есть каждый закрывался в своем доме каждый вот был вынужден проживать свою изоляцию и вот здесь вот это есть да то есть вроде бы у тебя есть изоляция ты можешь через интернет что-то себе заказать то есть ты голодным и как говорится голым не останешься и что а дети есть что поесть но в душе есть это голода потому что ты вот зацикливаешься на том чтобы тебе было хорошо вот есть какая-то все равно эгоистичность на себе вот такое время мы живем сейчас давайте посмотрим а к чему вообще мы идем к чему мы идем императрица идем знаете в общем мы идем на самом деле все таки гармонии и балансу мы идем к достатку но императрица она не не известно людям как какое-то вот духовное что-то да а это именно какие-то вот материальные плотские удовольствия безусловно здесь нету похоти здесь нету грязи но императрица она позволяет реализации своих собственных желаний до ее посыл и девиз это нести гармонию это дипломатию это облагораживать это взаимодействовать с экосистемой но это все на уровне материи здесь нету чего-то такого утонченного возвышенного мы идем если бы выпал аркан мира да я бы сказала глобализации но вот здесь вот по императрицы тройка это тоже у нас идет про расширение про благополучие про такое знаете вот плодородие но как будто бы здесь есть вот этот вот шик и лоск но вот все равно это как знаете как бы так сказать вот когда заходишь например самые прекрасные музеи да там лувры эрмитаж и ты понимаешь насколько это все красиво да то есть вот смотреть на картины да безусловно это красиво безусловно это вот прям успех это восхищение это гармония но это картина да то есть это вот материя это не не те ценности когда ты чувствуешь с человеком вот родство душ да это это что-то другое сравнить их нельзя но это нечто иное еще к чему мы идем но вот говорила про аркан мира выпал аркан мира глобализации знаете такое вот ощущение как будто бы мы идем вот сейчас мы проживаем каждый какой-то вот свой индивидуальный путь да как будто бы каждый несет свой крест по отдельности а идем мы все-таки больше по аркану мира к единению да то есть вот такое чувство что я не знаю через сколько лет но вот все-таки постепенно постепенно мы идем к единению но здесь вот как будто вы знаете как то вот твое будет моим мое будет твое но вот духовности в этом все равно я не вижу да это вот как что-то такое как раньше например было в колхозах да вот можно было все разделить можно было но я не знаю там с этим сходить за хлебом да если не хватало там соль сахар попросить но здесь тогда это вот было по доброте душевной а сейчас вот как будто бы все перемешалось люди то есть если раньше можно было сказать что вот это вот страна да в ней живут вот такое население а в этой стране живут люди вот этой национальности то вот мы идем как будто бы все перемешивается стираются границы вот так могу сказать мы идем к тому что границ как таковых не будет но если будут условные но вот все таки не чувствую я что это пока будет вот на уровне души то есть скорее всего идет возможно какая-то подготовка на материальном в материальном плане а вот в душевном может быть будет что-то иное давайте посмотрим а что же нас ожидает семерка кубков но пока что-то сложно будет выбрать до больше как-то вот мечты идеализация чего-то на эти вот ощущения внешнего лоска при внутренней гнили вот что-то такое будет идти дальше но мне кажется оно должно быть позже разрушена потому что здесь скорее всего какие-то вот этапы-этапы будут проходить потому что в конечном итоге мы придем к двойке кубков я я даже не знаю в какой эту эпоху будет и как далеко карты показали но это однозначно не год не два и не десять это вот прям очень-очень далеко потому что сначала вот идут вот эти вот этапы до стирания границ объединения как будто бы вот людей приучают что все едино все как-то вот общее как будто бы знаете стираются границы даже и личности вот мне такое ощущение да что-то напоминает как я не знаю вот как в корее как раньше были например бывшем союзском союзе когда в школу ходили одевали все одинаковую форму что-то такое да то есть не различить какую-то личность какая-то вот индивидуальность то есть ощущение что сначала все соединят что а потом как будто бы заново будут что-то лепить но парадокс что это не негативно а это это вот какая-то вот абсолютно новая волна то есть я не могу сказать что там люди будут несчастны до что вот как-то наши права ущемлены но это вот как-то будет слеплена что-то такое новое но в любом случае это должно будет прийти вот некой такой гармонии а причем здесь знаете вот ощущение того что мы дальше конечно же и посмотрим но ценности будут абсолютно другие то есть вот как будто бы вся технология она будет доступна абсолютно всем но какие-то вот принципы они будут абсолютно другие всегда будет двойка пендакли то есть вот посмотрите двойка кубков и двойка пендакли нужно будет как будто бы удерживать баланс нужно будет научиться жить вот может быть очень ярко будет выражен мир дуальности может быть даже если люди как-то вот все нации между собой как будто бы объединяться то есть вот ощущение что не будет какого-то много разных государств будет вот как будто бы какие-то территории несколько и в этих территориях вот как будто бы все равно будет очень ярко выражена дуальность это может быть даже что не будет вот как среднего класса будет там я не знаю очень ярко выражены бедные и очень ярко выраженный богатый. Вот что-то такое, какая-то дуальность здесь все равно будет присутствовать. И причем такой момент, что как-то все равно духовность, она будет присутствовать, но не в том понятии, в котором она у нас есть сейчас. Не так. Это даже религии такое ощущение, что изменится. Не будет все так, как будто будут какие-то новые понятия будут внесены, новые идеи будут внесены. Хорошо. Как выглядит само человечество сейчас? Давайте посмотрим, как люди выпадают в дьявол. Мне кажется, здесь интерпретировать вообще не нужно. Как выглядит? Люди искушаемые, люди искушаемые материи, люди управляемые материи. знаете, и выпал туз кубков, как будто бы искушаемые эмоциями, люди, которые управляют, управляемые эмоциями. То есть как будто бы людей цепляют и контролируют, да, вот здесь вот могут быть даже с одной стороны страхи, а с другой стороны, вот знаете, какое-то непонимание, некая такая растерянность и разрозненность, и очень много разных эмоций, да, здесь вот прям гамма разных эмоций. Я не могу сказать, что это вот прям позитивные, либо негативные, но вот здесь вот эта вот иллюзия, фальшь и очень много эмоций, то, на что как будто бы ведутся люди. А какие эмоции, либо с чем они связаны, выпадает аркан мага. То есть здесь дьявол управляет нашими желаниями. Это кто смотрел на Нетфликсе сериал Люцифер, у него была такая фраза, когда он мне говорил, когда он говорил, озвучивая, скажи мне свои желания, и я тебе дам это, да, то есть вот как будто бы людей все время помогут, цепляют на их желания, на то, что они хотят. Хочешь это? На, получи. И вот все время дают, вот здесь вот то, что у нас было, да, по семерке кубков, дают какие-то возможности на желания, на, получи новые желания. А вот это желаешь, а вот это желаешь, на, возьми, да, все легко, все доступно. И вот искушение желаниями, и эти желания, они всегда вызывают эмоции, а эмоциями легко и просто управлять людьми. Сейчас вот такое. Так, какие ценности были в приоритете раньше? Ну, я обозначила так для себя лет 50, вот, ну, раньше, чтобы было понятно, чтобы далеко мы не уходили. Ну, и хотя бы вот столетие, не больше. Потому что потом мы посмотрим ценности сейчас. Значит, в прошлом какие ценности были? Ну, вот выпадает рыцарь кубков, душевность. Вот рыцарь кубков, это всегда про состояние души. Это когда люди, как-то, знаете, ощущение некой такой вот простоты, когда легко можно было подойти к человеку, когда можно было легко довериться, открыться. Безусловно, в рыцарь кубков тоже проскальзывает некая такая хитрость, потому что рыцарь, который держит кубок, он выбирает, кому она даст свое предпочтение. Но в любом случае ценности, они такие приятные, те, которые согревают. То есть если паш кубков – это начало энергии, когда мы только познаем мир, то здесь мы уже совершаем какие-то первые действия через чувства, через ощущения. Какие еще эмоции были? Шестерка ценностей, шестерка мечей. Какие ценности обучения? Шестерка мечей у нас говорят, что в трудный момент ты всегда можешь обратиться куда-то за помощью, и ты ее получишь, да, либо какому-то мастеру, либо наставнику, либо обучение. То есть вот ощущение того, что ценности были связаны желанием. Как-то люди куда-то к чему-то стремились, да, что-то хотели изучать, что-то хотели понимать. Было желание, безусловно, в то время были закрыты границы, и мы это знаем, да, поэтому мечты и ожидания, представления о том, как я мог бы поехать куда-то, да, либо как я мог бы получить что-то. Шестерка мечей говорит о том, когда мы плывем к лучшим берегам, и по рыцарю кубков, когда мы мечтаем, да, когда мы представляем себе это наше лучшее будущее. Поэтому ценности связаны с образованием каншута. Была какая-то, вот знаете, присутствовала как ценность некая такая наивность, и шут, точно так же, как и рыцарь, и шестерка мечей, все у нас говорят о передвижении. То есть ценность была в том, что я хотел поехать, удавалось мне или нет, я не знаю, но я хотел поехать. Вот под шуту все равно это состояние души, когда она понимает, что рождена для того, чтобы получать некий опыт. И ей абсолютно все равно, какой этот опыт. Она задором, как маленький ребенок, на все смотрит открытыми глазами, и она получает наслаждение от того, что она видит, да, то, с чем она сталкивается. Ощущение свободы, да, вот, либо стремление к некой такой свободе, либо желание ощутить свободу, как в обучении, так и вот расширение своих каких-то границ в сознании. То есть ощущение того, что было больше каких-то вот возможностей интеллектуальных, вот так могу сказать. Это то, что было, так скажем, лет пятьдесят. Какие ценности сейчас стали? А сейчас стали восьмерка педаклей. Сейчас материя стала, сейчас ценность именно то, что зарабатываешь, каким образом ты зарабатываешь, нравится ли тебе работа, не нравится ли работа, насколько ты мастер, насколько ты профессионал, насколько ты умеешь вкладываться. То есть здесь уже у нас пошли педакли. И колесо фортуны, да, то есть ценность, как некая такая удача. Хотя колесо фортуны, да, то есть фортуна сама подразумевает финансы. Ценности сейчас материальные. Ценности сейчас материальные стали. Еще какие ценности? Ну и аркан влюбленных. Аркан влюбленных говорит у нас про анализ и ситуации, и принятие какого-то выбора. То есть вот все-таки возможность. Если раньше было ощущение некой такой свободы, да, по шуту, то здесь ощущение выбора. И опять-таки то, что я говорю, аркан влюбленных, он не говорит о принятии именно какого-то решения, да, что я выберу, а именно познание мира через дуальность. И здесь вот сложно как-то определиться. Люди, рожденные по аркану влюбленных, им сложно что-то выбрать, потому что их манят обе вещи. И поэтому ценность, скорее всего, нашего времени, это научиться делать правильный выбор. Это умение, скорее всего, как навык даже, да, выработать в себе навык делать правильный выбор. Понимать и осознавать вот причины-следственные связи по колесу фортуны, понимать куда. Да, знаете, это вот ценность, такое ощущение, что выживают те люди, которые могут чувствовать время. Вот какое русло? Это, например, если мы говорим в контексте финансов, чтобы было понятно, это как биткоины, да, куда вложить, что купить, когда вовремя продать, да, то есть вот какая-то вот внутренняя чуйка. Вот здесь то же самое, то есть понять, в каком направлении мне нужно пойти, да, чтобы быть в течении, чтобы быть в тренде, чтобы не быть каким-то изгоем, а вот быть как все, быть вместе, в правильное русло поплыть, уметь. И вот здесь вот очень время, я бы сказала, каких-то умений, навыков, ценностей. И в том числе, как ни странно, по восьмерке педаклей, если мы говорим о профессиях, то, скорее всего, профессии, где люди работают руками. То есть это вот может быть там, я не знаю, как этот, электрики, да, либо как, ну, водопроводы. То есть любые мастера своего дела, которые работают руками, причем не головой, а вот именно руками. Потому что вот я не вижу здесь вообще IT-технологий. А вот больше именно мастера, причем уникальность каждого мастера, да, мастер узкой, возможно, какой-то специализации. Какие, возможно, появились новые ценности и для чего? Новые ценности. Туз педаклей. Новые ценности. Уметь заземляться, уметь видеть новые возможности. Уметь их реализовывать. Двигаться абсолютно в новое, да. Новые ценности, знаете, вот какие-то шансы, что ли. Ну, вот, например, даже тот самый, там, как этот, боже, везде эта реклама есть, и на Ютьюбе тоже ставки, ставки, да. То есть какие-то возможности замечать именно финансы, вот материю, как-то взаимодействовать с материей. Новая ценность. Как-то по-новому здесь именно тройка. Пойти в развитие, расширять свои горизонты. Вот это вот новая ценность. Все, что связано с расширением. Все, что связано именно с, знаете, продажи вот идут. Потому что тройка жезлов, все-таки она у нас говорит о том, когда человек здесь стоит и смотрит на, как они называются-то, на корабли, да, которые плывут. Это торговля, торговля, вот. Ну, то есть любые возможности, новые ценности, которые связаны с торговлей. И здесь велика вероятность, что помимо, ну, обычной традиционной торговли, здесь могут проходить возможность, новые какие-то варианты торговли. Ну, вот, через интернет, к примеру, да, либо выстраивание своего какого-то бизнеса через интернет, либо продажи таких товаров и услуг, которые, ну, вообще раньше, ну, невозможно было подумать о том, что такое можно. И аркан силы. Куда же без аркана сила? Новая ценность. Это сила. Кто сильнее? У кого власть? Не случайно здесь выпадал дьявол. Да, это аркан силы. Выживают только сильные. Причем сильные духом люди. Не обязательно физически сильные духом. С другой стороны, выживают люди позитивные, которые не обращают внимания на какие-то вот негативные моменты. Люди такие яркие, заметные. Новая ценность. Люди, которые умеют справляться со своими страхами, которые умеют подчинять. Но здесь, в принципе, вот все, что связано с силой. Сила управления, да. То есть у кого, может быть, даже как монополия некая, да, в чем-то. В товарах, в услугах. Здесь какая-то вот ценность такая. То есть вроде бы все в руках одного человека, но при этом вот у него как будто бы много этого. Он один управляет многим. Вот какая-то такая ценность. Может быть, даже и сотрудники, да. То есть если раньше можно было нанять одного сотрудника на каждое дело, то сейчас получается, что один сотрудник может как-то вот управлять разными моментами. То есть такое тоже ценится. Каковы принципы и стандарты? А для чего, мы не спросили, для чего появились эти ценности? Ну, это новый формат обучения, чтобы люди как-то по-новому обучались, чтобы люди не боялись двигаться вперед. И это вот по аркану звезды здесь, скорее всего, умение реализовывать свои собственные какие-то цели, да, какие-то далекие цели. Какие-то далекие цели, которые можно реализовывать. Ну, это вот способ именно развития такой и обучения. Хорошо. Где этот вопрос? Каковы новые принципы и... Каковы новые принципы, стандарты и законы жизни? Новые принципы жизни, да, стандарт. Ну вот, смотрите, во-первых, четверка кубков, она напрямую нам, ну, про апатическое состояние, говорит опять-таки про выбор. То есть такое ощущение, что новое время – это время, когда мы не умеем выбирать. То есть у нас настолько всего много, что у четверки кубков здесь человеку дается новая возможность, да, выйти куда-то, что-то попробовать новое, чтобы выйти из своего застоя, из своей апатии. А он не хочет. Все, все приелось, да, вот этот вот лоск, вот это изобилие, вот это однообразие в какой-то степени, потому что здесь три кубка одинаковых стоят, что все уже достало. Я уже ничего не хочу, меня уже ничего не радует. Плюс ко всему, болезнь нашего времени – это депрессия, да, когда ничего не радует. Почему? Потому что очень много всего, нету, знаете, вот это вот стремление к чему-то, потому что достаточно захотеть пойти и взять. Нету вот этого запрета на что-то, да, либо стремление как мечта, как цель достичь чего-то. Все можно достичь быстро, да, то, что у нас выходило по пятерке жезлов в самом начале. То есть легко получаю и легко это теряю. Дальше. Сейчас отмечу вопросы, то у меня глаза... Так, новые принципы и стандарты, да, мы рассматриваем. И законы жизни. Новые принципы. Например, новые принципы по тройке педаклей, я могу сказать, разные коллаборации. Связанные, знаете, вот как-то с совместным построением, да, когда абсолютно разные люди разных профессий могут соединяться для того, чтобы построить что-то сообща. Но в любом случае здесь начинание, потому что четверка, что тройка – это еще начало пути такого, да, когда люди учатся выстраивать. То есть с одной стороны мы видим, что общее какое-то направление на материю направлено, а с другой стороны все-таки образование, оно присутствует, потому что выпал еще и эрофант. То есть здесь возможны какие-то изменения, новые принципы. Либо новые взгляды на мир, новое мировосприятие, новые взгляды на жизнь, какие-то, знаете, более свободные, более раскрепощенные. Вот тройка педаклей, о чем она еще говорит? Вот тройка кубков. Ну, все легко, все праздно, все как-то достаточно беззаботно и поверхностно. И вот здесь вот у нас эрофант, знаете, есть какая-то категория людей, которым действительно нравится обучаться, которым действительно нравится, ну, здесь как саморазвитие идет. Но все же мне не в прямой позиции идет эрофант. Он как будто бы перевернутый. То есть какие-то искаженные, искаженные какие-то ценности, да. Ощущение того, что у нас идет утрата какой-то традиции. То есть все абсолютно новое. Какие принципы и законы? Быстрее, выше, легче. Что-то такое. Побеждает тот, кто первый. Побеждает тот, кто сильный. И не важно углубляться по колесничьему, а важно попробовать, да, разные яблочки. Хотя бы накусить. Надкусить. То есть не обязательно съесть все яблоко, но надкусить здесь, там. Вот все такое скоростное и поверхностное. И рыцарь жезлов. Ну вот все огненное, в движении, все яркое, все такое блестящее. Мои ощущения, вот очень быстрые, скоростные какие-то моменты. Машины должны быть красивыми и быстрыми, спортивными. Там, я не знаю, женщины должны быть с красивыми телами, яркими, привлекательными. И, знаете, вот поверхностное все. Потройки кубков – это когда люди не имеют какого-то своего внутреннего стержня, а опираются на внешний мир, на других людей по тройке кубков. То, что мы говорим, покажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Когда мы являемся следствием нашего окружения, наши ценности, наши финансы, наша зарплата – это усредненные ценности, усредненная зарплата нашего окружения. То есть не надо спрашивать у человека, сколько ты зарабатываешь. Достаточно посмотреть, в каких кругах он вращается, чтобы понять, какие у него ценности и какие деньги он зарабатывает. Но все равно есть какая-то малая категория людей, которая стремится к чему-то такому возвышенному. Здесь даже религия какая-то скоростная стала. Религия тоже изменилась. Так, законы жизни, давайте посмотрим. По аркану умеренности. Знаете, вот ощущение, что вот как будто бы ничего не развивается. Либо все такое качелеобразное, все в крайностях от одного края к другому. Как маятник. И ничего не развивается, ничего не происходит. И верховная жрица. Знаете, как это? Тайна, покрытая мраком. Как за некой такой пеленой. Когда идет некое такое помутнение, рассудка каждого. Каждый человек занят своим делом. Ему нету дела до другого человека. И при этом, знаете, хочется какого-то баланса. Хочется прийти все-таки к какой-то золотой середине. Что по умеренности, что по верховной жрице. Когда все-таки люди стремятся выровнять свой путь. Здесь ощущение какого-то минимализма проходит тоже. Может быть, как решение задачи. Не знаю, что нас ждет в будущем. Разобщенность или все-таки единство? Ну, давайте посмотрим. Разобщенность либо все-таки единство? Знаете, я хочу сказать, вот единство как будто бы как такового и нету. И разобщенности нету. Здесь как будто бы мне по пятерке кубков и по аркану солнца показывают о том, что мы, возможно, и сожалеем о том, что мы не сопричастны, что нет какого-то единства. Но и сказать, что здесь разобщенность нету. Здесь как будто бы, знаете, путь каждого человека, каждой души индивидуально. То есть ощущение, что вот каждый должен перерасти сам себя. То есть задача здесь именно индивидуальная у каждого. Здесь не стоит задача как-то вот вместе в группе развиваться. Либо эгоистично каждый сам по себе. А здесь, знаете, ощущение, как будто бы каждый как звездочка должен переродиться в своем пути, прийти к своим каким-то осознаниям. И вот осознание каждого человека, свет в душе каждого человека, он и будет являться неким таким связующим звеном. Здесь это две вещи, они как будто бы параллельно идут. То есть нельзя сказать, что вот так, либо так. А это как будто бы два процесса, и они идут одновременно. То есть когда каждый достигает чего-то своего, и здесь не финансы, не материи, а вот здесь именно по Солнцу прийти к своей целостности. То есть задача каждого человека – прийти к своей целостности. То есть себя собрать, себя понять, себя осознать. И когда это происходит, и происходит и с другим человеком, и рядом, и тогда все вот эти вот лучики, они как будто бы начинают каждый гореть индивидуально, но при этом индивидуальное горение, оно соединяет, и вот как пламя получается некий такой костер. Это очень-очень красиво. Но это как звезды. Каждая звезда на небе, она сама по себе, у нее свое свечение, но при этом, когда зажигаются все звезды, они создают такую некую красоту, да, созвездий. Вот что-то здесь такое. Но при этом здесь должно пройти какое-то вот горевание, идет, да, люди делают акцент больше на то, что утратили, а не то, что грядет и к чему их это все приведет. Что надо знать и уметь, чтобы адаптироваться в наше время? Во-первых, выстраивать границы по семерке жезлов. Нужно научиться выстраивать границы. Нужно понимать четко, что я хочу, да, что можно позволять другому человеку, а что нет. И, знаете, вот идти дальше. То есть как будто бы не ориентироваться на других, ориентироваться исключительно на себя. А, разбитое сердце. Какое-то мы просто был, что надо знать и уметь. Знаете, вот нужно иметь, хочется сказать, такое холодное сердце. Может быть, в какой-то степени быть холоднокровным, что, в принципе, присуще и то, что будет в будущем. Знаете, вот ощущение того, что что-то должно поменяться на эмоциональном фоне. То есть чувствительные и ранимые люди, они не выживают. То есть горевание, да, вот именно, с другой стороны, горевание по прошлому, это тоже не поможет выжить. Здесь нужно научиться переключаться на новую волну, да, смотреть только в новое, не оглядываться назад, потому что это будет ранить. Каждый человек должен определиться по отшельнику со своим путем. Куда он пойдет? То есть здесь, знаете, выживает тот, у которого есть внутренний стержень, которого сломать невозможно. Человек, у которого есть свои ценности, свои принципы, на которые он опирается. Потому что иначе он как будто бы будет растворяться. И им будут пользоваться, и он не сможет выжить. Хорошо. Что меняется в нашем мире и для чего? Ну, что меняется? То, что я и говорила, да, по двойке жезлов, умение делать выбор. Причем достаточно быстро и мудро. Здесь нужно научиться, знаете, еще чему? Адаптироваться, быть во времени. То есть где-то не зависать, не упускать возможности. Потому что время скоростное, и такое ощущение, что вот сегодня у тебя есть шанс, а завтра его уже нет. То есть нет вот этого вот времени, как было раньше, сесть, подумать, определиться. Нет, здесь нужно научиться быстро реагировать на ситуацию. И при этом, для чего это делается? Для того, чтобы мы научились быть справедливыми. Для того, чтобы мы научились замечать вот эту вот причину-следственную связи. То есть здесь, как будто вы знаете, каждый человек для себя должен осознать, какую историю в своей жизни он выбирает развивать. То есть у нас у всех в жизни есть позитивные истории и негативные. И в какой-то момент, в зависимости от того, на что настроены мы сами, как мы сами себя настраиваем, мы выбираем либо позитивные истории, мы вспоминаем, когда она была весела, когда мы были счастливы, радостны, либо наоборот мы выбираем негативные истории, когда нас обижали, предавали, оскорбляли. Вот здесь вот нужно как раз-таки понимать закон причинно-следственных связей. То есть ты выбираешь какую историю, исходя из этого, ты выстраиваешь свою жизнь. Вот что меняется. Меняется осознание следствий нашего собственного выбора. То есть здесь люди уже больше как будто бы становятся осознанны, и они понимают, что не кто-то другой виноват, а я виноват в построении своей собственной жизни. И все, причем очень быстро и на тех же скоростях, людям прилетает их собственные бумеранги за наши действия. И таким образом люди очень быстро учатся. Для чего? Для обучения. Какие энергии характерны текущему времени? Переживание, волнение по королеве кубков, когда тревожность такая, да, за все, неумение расслабляться, но при этом желание быть все время на позитиве, быть, здесь вот ощущение какая-то энергии, какого-то сумасшествия, да. То есть я всегда за все переживаю, я все волнуюсь, я хочу, вот здесь ощущение, что по десятке кубков, я хочу все эти десять кубков, я хочу этого счастья, да. Причем счастье как таковое внешнее, а внутри, ну это как золотая клетка, да. И энергия, что вот мы все находимся как будто бы в золотой клетке. То есть у нас у всех все есть, но при этом к этому добавляются еще какие-то волнения, переживания, сомнения. Энергия опять-таки по рыцарю пендакли того, что все как будто бы у нас рутина, да, однообразно, одно и то же. Причем с одной стороны время оно скоростное, мы это ощущаем, а с другой стороны опять-таки по рыцарю пендакли, когда ничего быстро не идет, да. Ты вроде бы делаешь, делаешь, делаешь кучу дел, а смотришь, а результата как такового нету. То есть вот как белка в колесе, много работаешь, а результата нет. Какие еще энергии? Энергия того, что приходится очень много ждать, очень много терпеть, очень много трудиться для достижения чего-то. Нужно быть как будто бы выносливым. Энергии какие-то, знаете, иногда бывают конфликтные, когда каждый за кем-то подсматривает, наблюдает, каждый готов друг друга уколоть по пажу мечей, готов как-то войти в конфликт. Люди очень быстро, очень рано взрослеют, очень рано берут ответственность за свою жизнь. Нету детства, ощущение того, что нету детства как такового. Энергия того, что постоянно надо что-то планировать, о чем-то, даже здесь не про мечты, а про расчет, такой холодный расчет, тайм-менеджмент, чтобы все успеть, чтобы все получилось, как будто бы все заранее рассчитано. И это так сильно напрягает, ощущается очень сильное напряжение. И нету, даже если расслабление будет, оно вот ничего не приносит удовольствия. Ничего не приносит, ощущение что-то такое. Какие энергии будут доминировать лет через 50? Луна. Непонятно, неопределенность, не четкость. То есть, знаете, вот как будто бы даже еще император выходит. Вот чувство как роботы, да. Даже если мы говорим о гибернетике, если я правильно говорю, то есть, это люди-роботы с... Как это? Ой, забыла слово. С искусственным интеллектом. Вот что-то здесь такое. Вроде бы эти роботы, они умеют все, но даже чувствовать как будто бы. Но ты понимаешь, что вот это фикция, это ложь, это вот не есть истина. Все будет очень сильно запутано, все будут ориентированы на какие-то победы, на какие-то достижения, на расширения. Но вот какая-то иллюзия, все равно она будет присутствовать. А энергии по императору, они достаточно холодные, они достаточно жесткие, расчетливые. То есть, допустим, ощущение того, что браки будут по договоренности, и это будет нормально. То есть, люди нормально будут относиться к тому, что сел там, подписал брачный контракт, не потому что у тебя много есть денег, и ты боишься, а потому что мое это мое. И я не хочу, чтобы у меня этого забирали. То есть, вот нету того, допустим, как было раньше, выходит замуж женщина, и вот как будто бы общий бюджет. Нет, здесь такого нет. Здесь вот расчет, и расчет, и еще раз расчет. И опять-таки, эмоции, эмоции, воспоминания прошлого, люди будут погружаться в воспоминания прошлого, либо воссоздавать, может быть, я не знаю, будут какие-нибудь услуги, когда ты сможешь ощущать эмоции. Ну вот, как виртуальные эти очки одеваешь, и ты представляешь, что ты получаешь радость. Что-то такое, какой-то суррогат, связанный с эмоциями. Ну, в общем, энергии, они такие достаточно победные, здесь вот победители. Ну, и бездуховности, конечно же. Бездуховности, кризиса, периодически будет ощущение внутреннего, вот у меня, знаете, не оставляет меня в покое вот эта вот энергия о том, что вроде бы все хорошо, но что-то внутри меня не удовлетворяет. Вот этот внутренний кризис, когда мы говорим, например, кризис там среднего возраста, когда вроде бы человек достиг, да, у него есть работа, у него есть семья, у него есть дом, машина, все, что в принципе необходимо, но в душе съедает какой-то червь, что вот что-то не то идет, вот не так я живу, вот нет, я хочу, а что я не могу найти. Так, кто вообще люди нового времени, новой эпохи, дети, которые рождаются, сейчас, кто эти люди? Самодостаточные по королеве жезлов, это люди, которые понимают себя, они уже рождены с внутренним стержнем, люди нового поколения коммуникации, новая коммуникация, когда легко просто договариваться, люди, которые не боятся быть на виду, очень такие яркие, вот, но все равно люди за некими такими масками. десятка педаклей, люди стабильные, ощущение того, что они уже готовы, это, знаете, люди, которые, дети, которые будут рождаться, они как будто бы вот то, что взрослое поколение, да, сейчас вот достигло чего-то, например, люди 60 лет, 70 лет, вот здесь вот ощущение того, что новое поколение, новые дети, они рождаются уже как будто бы вот с этого периода, когда, ну, родились, а им уже 60-70 лет, вот они как будто бы подхватывают эту эстафету и идут в будущее, да, то есть вот в построение, ну, то есть уже как будто бы у них все есть, да, есть какая-то стабильность, есть четкое определение, то есть они уже заранее знают, что они хотят, как они хотят, у них есть свое видение, вот, они такие достаточно активные, подвижные, знаете, я бы сказала, что менее конфликтные, менее конфликтные, хотя выпадает пятерка мечей, но вот менее конфликтные, знаете, человек, который каждый ориентирован на себя, это вот, нету вот этой, знаете, зависти, да, либо обиды на кого-то, потому что каждый вот как-то закрылся, да, в себя, и он четко понимает, вот моя задача вот эта, я должен это сделать, и мне все равно, у меня нету зависти по отношению к другому человеку, потому что у меня есть своя программа, я соответствую своей программе, и здесь вот как будто бы нету вот этой зависти, люди менее эмоциональные, уже не обижаются, потому что нету вот эмоциональности, то ли не умеют выражать, что у них там с эмоциями, королева мечей, они холоднокровные, а знаете, в каком, они как рентген, дети рентген, они четко понимают, что, как, зачем, почему, поэтому зачем нужны лишние вот эти вот эмоции, это лишнее, это не нужно, нужно решать задачу, давай сядем, решим и пойдем дальше, да, то есть вот ориентированы на будущее, легкие на подъем, на перемены, легко расстаются, не привязываются к чему-то, вот, и идут в будущее, причем достаточно справедливые, они, у них внутреннее развитое чувство справедливости, так, что они знают о себе, смерть, что они знают, что они пришли, скорее всего, для того, чтобы изменить сознание людей, поэтому они уже стали с другим сознанием, пришли с другим сознанием, по тузумичей, это дети, которые умеют скрывать правду, им это не больно, они такие умеют принимать решения, очень умные, умеют коммуницировать и взаимодействовать с внешним миром, еще расскажусь по, еще расскажу по справедливости, они умеют достигать свои цели, вот такие вот, знаете, вот независимые, независимые люди, они это знают о себе, так, как они повлияют, последний вопрос, на эволюцию человечества, по шкупку, как-то это вот будет связано с эмоциональным планом, да, то, что я уже ранее говорила, здесь ощущение того, что как будто бы люди, они помогут излечить какие-то травмы, эмоциональные прошлого, они, они будут, здесь пожезлов, они будут как будто бы, знаете, вот учить, что-то, что-то привнесут в обучение, да, вот как-то новый, новый формат обучения, новый формат, новое видение касательно обучения, в передаче, может быть, информации, в обучении, развитие, да, вот они как-то ускорят развитие нашей эволюции, с одной стороны, а с другой стороны, здесь как-то вот с умом это связано, да, какие-то изменения будут, эволюционные башни, будут разрушены, прошлые шаблоны, убеждения, прошлая система ценностей полностью разрушится, ничего не останется, ничего не будет таким, как было раньше, здесь как будто бы, они помогут сойти с мёртвой точки, здесь какие-то завершения будут, вот старая система по поводу обязанностей, по поводу должествования, здесь вот ощущение какой-то внутренней свободы, то есть люди, у которых нету внутренних границ, по-моему, я уже про границы говорила ранее, нету внутренних границ, и поэтому каждый человек как будто бы делает то, что он хочет по собственному определению, то есть нету такого, ты должен, допустим, входишь в автобус, да, ты должен уступить взрослому человеку место, нету такого, почему я должен, я же заплатил, у меня есть билет, вот я и сижу, почему я должен вставать, здесь что-то такое, и это не с негативной точки зрения, а это понимание, что здесь, если я захочу, я это сделаю, здесь нельзя брать человека на, ты должен, ты обязан, вот это вот, здесь будет бунт, по этому поводу, что никто не обязан, я это делаю, потому что я это хочу, потому что я уважаю, потому что я ценю, здесь какие-то новые убеждения будут, здесь будут разрушены, выпадает суд, и на этом я закончу, здесь будут разрушены, какие-то все, что связано со временем, как-то это вот поможет, может быть, определиться, что такое время, может быть, все, что связано с временем и пространством, вот какие-то изменения, может быть, открытия будут в этом плане, что-то связано со временем, здесь будет полное перерождение, да, люди уже вообще не будут похожи, так скажем, лет через 50-100 на тех, которые были, например, ну, в 20 веке, абсолютно вот новое, новое поколение, другие, другие люди, да, здесь вот ощущение, знаете, еще, давайте так скажу, ощущение того, что выглядеть они будут, они как будто бы выше, вот выше, стройнее, рост будет, ну, вот уже не, допустим, метр шестьдесят, да, а низкие самые, вот, наверное, где-то метр шестьдесят пять, это будет считаться уже, допустим, ну, низкий человек, то есть, нормальное будет, когда люди будут от метра восьмидесят, то есть, вот два, два пять, два десять, это будет нормальное, то есть, это не будет казаться, что, вот, как такое, что человек очень высокий, нет, люди станут выше, стройнее, как-то вот, гибче, ощущение того, что вот они меньшие, как будто бы разговаривают, потому что, вот такое ощущение, что вот рот, как будто бы он меньше, но и внешние люди будут совсем другие, выглядеть немножко другими, они будут уметь управлять своими эмоциями, как-то вот ощущение, что эмоциональный интеллект, эмоциональный интеллект, он будет очень развит, ладно, что, мне совсем уже далеко показали, вот, вот такой расклад, не знаю, понравился вам или нет, в будущем я буду делать аналогичные расклады, потому что мне это интересно, вот, и я так понимаю, знаете, по ощущениям, сразу скажу, что опять-таки, моя аудитория будет меняться, я заранее про это говорю, потому что у меня есть какие-то внутренние мои перерождения, когда я хочу что-то нового, да, то есть мне уже, я понимаю, что я уже что-то переросла, и вот такие вот темы, например, философские, больше такие просветлительные, для того, чтобы понимать, куда мы идем, что мы будем делать, то есть не только в рамках своей личности, да, индивидуальности, а вот скорее всего, больше в масштабах, что касается вот таких философских тем, я помню, что меня просили сделать расклад на тему, что же такое самопожертвование, да, то есть это, это хорошо, либо это плохо, нужно оно, не нужно, почему, как, что, разобраться, в этих раскладах, конечно же, расклад будет на одну позицию, для того, чтобы вообще понять, вот эти вот, включить в свою жизнь абстрактные понятия, поэтому, сразу хочу сказать, что я это понимаю, что аудитория моя будет меняться, многим будет неинтересно, почему, потому что, кто не успевает со мной, да, в ногу идти на одной волне, люди, конечно же, будут отписываться, меня это не напрягает, вот, потому что, я для себя поняла, что мои личные страхи, переживания, за то, что хочется быть хорошей, хочется быть, ну, удобной для других, комфортной создавать это все, и я понимаю, что мои вот эти вот, желания, они идут мне во вред, они меня останавливают, и я не делаю то, что, на что я способна, что я могу сделать, поэтому, будут изменения, будут новые расклады, я буду добавлять, кроме философских тем, что-то еще новое, к чему-то меня готовит, конечно, пока конкретно не могу, вам подсказать, но по ощущениям, какой-то новый прорыв, вот новая я какая-то буду, и это, конечно же, будет отражаться в раскладах, ну, если вам нравится развиваться, если созвучно, то, какая я, то оставайтесь, вот, если нет, сами знаете, что нужно сделать, а я с вами прощаюсь, до новых раскладов, пока-пока.